всем привет народ с вами варчик в этом видео посмотрим 23 колобанов который я получил недавно бой будет у нас на чифтейне я играю на нем очень редко не сильно люблю этот танк из-за того что у меня тут одни подкалиберы но в целом танк сильный и надо вроде как даже хочется на нем поиграть но такое короче и так у нас бой с кучей тяжей быстрых танков у врагов всего лишь там штуки 4 3 арты у нас в этом бою поэтому сразу же сразу же как только я от базы отъезжал я уже знал куда я еду и зачем опасность в такой тактике в принципе 1 то что я могу пока еду туда на перекатке получить сильно много или мне собьют пару раз подряд каток в принципе шанс что всего лишь 4 быстрых танка все зацелят мой проезд ну такой себе поэтому я сразу лечу в город и еду до самого угла поскольку на чифтейне легко и просто танковать бортом поэтому я прокатуюсь вперед здесь у нас в 55 получаю всего лишь одну тычку когда переезжаю и не еду сразу дальше потому что получу вторую тычку потому что в 55 обычно играют на барабанной пушке поэтому я бортом танканул дал в ответ урон и получил от него второй выстрел без урона не стал тратить ремку поскольку он все равно не успеет зарядить свой барабан я успею починиться без ремки оставлю ее при себе она мне еще может пригодиться проезжаю дальше к следующему дому и здесь от бортика танкую уже следующих врагов пострелял здесь вначале по врагам тут тт-9 всякие разные вначале стрельба была у меня так себе по всяким там гусеницам башням не сильно летела но в принципе я сразу был уверен что арта в меня особо стрелять не будет она обычно сюда чет не любит стрелять а я здесь буду просто спокойно от борта всех убивать я был в этом уверен и принципе здесь всегда так и происходит здесь очень легко играется на чифтейне и я не первый раз сюда на чифе приезжаю и никаких проблем здесь не было никогда спокойно стоишь от борта все танкуешь и убиваешь вообще очень просто и легко напряга просто 0 не знаю никто не пробивает а ты спокойно выцелешь чуть иногда и убиваешь у врагов всего лишь три дырки где они могут играть вот слева где в девяток стрелял посередине и вот справа где 277 всего лишь три дыры приезжая сюда в угол на чифе мы буквально в каждую дырку можем спокойно выставляться бортом и стрелять поэтому врагам просто деться некуда чтобы им не подставляться им нужно вообще не играть в игру стать за дома и просто там стоять то есть настолько для них все плохо когда здесь танк что они ничего делать не могут они либо подставляются под вас всегда весь бой либо им нужно просто не играть в игру вообще поэтому такие вот дела здесь Здесь враги уже в городе заканчиваются, всех тяжей попереубивали, немножко тут настреляли урончиков, фрагов и едем защищать базу. На базе у нас все плохо, в бою по-прежнему у нас еще до сих пор 3 арты и по секрету вам скажу, что они будут оставаться до конца игры, все эти 3 арты. А у нас арта уже одна осталась и в принципе вот уже и 0, поэтому у нас в принципе союзники уже практически все кончились, я еду на базу и поскольку это Колобанов, очевидно, что я скоро останусь один, а все союзники сдохнут. Союзников пока что тут 3 штучки осталось и враги в основном у меня на базе. Тут шотная ЛТшка проезжала, я ее убил, теперь ТВП шотный куда-то тут катаются, меня игнорят, убил еще одного и получается так, что против меня остается 3 арты и еще 4 врага, а союзников всего лишь 2. При этом из этих врагов 3 арты, понятное дело, что 3 арты будут жить до конца, потому что они там где-то в кустах у себя на базе стоят, поэтому пока я тут гоняюсь за остальными, мои союзники сейчас попередохнут. У нас остается сзади один тяж и вот передо мной прожетошотный, прожетошотный сдох, его убил чел, который базу берет и я спешу базу сбивать, но передо мной еще Эмиль второй, мне надо сначала его убить, плюс еще мне в жопу 3 арты стреляют и сзади вылазит кранваген и очень хорошо, что кранваген сдохнет от Эмиля моего, поскольку кранваген мог бы не дать мне сбить базу. Это в принципе очень хорошо для меня, поскольку если бы кранваген был живой, я бы просто не доехал базу сбивать. А так Эмиль убил кранвагена, кранваген сдох, Эмиль мой тоже сдох, я остался один против пятерых. Чел берет на СТшке базу, я просто приезжаю и упарусь в него, заталкиваю его за дом, чтобы арта меня не напрягала, но неудачно арта ставит меня на каток, а СТшка обновляет. СТшка могла бы тут уехать, но она почему-то тут остановилась, застряла, но чел на СТ конечно такой себе. Остаюсь один против трех арт и Яги Е100, которая была шотная. Я ее в какой-то момент хотел добить, когда она там была посреди поля в яме, но подумал, что она в принципе не опасна для победы, она не влияет на победу практически, это надо под нее подставиться, чтобы она попала. В принципе Яга Е100 в конце боя это параша еще та, поэтому этот соперник не особо опасен. Я на него решил время не тратить и правильно сделал, поехал убивать более опасных и важных врагов. Поэтому осталась у нас Яга в конце шотная и осталось три арты. Я решил, что Яга по полю будет поджиматься, пока я там базу сбивал просто прямо по полю под меня, под бугор, так и вышло. Я объезжаю с левой стороны через яму прямо под нее и вряд ли она куда-то там уехала, она тут засветилась, скорее всего она тут и находится. Сейчас подъеду к ней впритык и просто от башни ее убью. Повезло, что она еще и боком стояла, решил сначала в борт стрелять, потом понял, что приведенки уже там много и лучше стрельнуть в НЛД. Она полностью развернулась, убил ее в НЛД и в принципе все. Также остается у нас три арты. Я в свету еду дальше, не стал прятаться никуда, поскольку я просто буду видеть откуда стреляет арта. Одна арта стрельнула спереди, вторая арта стрельнула чуть правее и третья арта стреляет слева, примерно с моста. Там вот возле вражеской базы есть мост внизу, вот оттуда примерно она стреляла. Я понимал абсолютно полностью, где находятся все три арты. Все. Поэтому я в свету ехал по полю вперед, чтобы они стреляли и я четко видел и знал где они. Потому что времени до конца боя остается немного и надо всех поймать, убить, победить. Все. Остается у нас две артиллерии, снарядов фугасных у меня уже нет, все они кончились. Добиваю арту вторую. И последняя арта была у нас под мостом. Под мостом, но неизвестно куда она поедет, налево или направо. Какой-то чел, видно что он тыкает наверх, может быть он там видел что-то сломалось или нет. Но я просто еду прямо оттуда, откуда она стреляла. А стреляла она вон из-под моста где-то, поэтому еду просто прямо. Вряд ли арта куда-то уехала слишком далеко, поскольку она там не особо быстрая. Если она едет направо на гору, она вообще медленно будет ехать. Если ее здесь нет, то скорее всего она поехала в город, поскольку туда как-то легче за бугор заехать и не светиться. Но она сразу засвечивается слева, она ко мне жопой. Был конечно шанс, что она мне на 400 стрельнет, но жопой она точно на 400 не стрельнет. Вот такой вот бой. Простейший Колобанов, простейшая тактика, которая всегда работала, по крайней мере, в последние разы точно. С вами был Варчик, карате красиво, ставьте лайки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok